Сирия. Лето 2017 года. Пригород Дамаска. Террористы пытаются прорваться к центру столицы. По прямой расстоянии всего несколько километров. Казалось, их остановить невозможно. Но сделать это всё-таки удалось. У них на пути встали русские танки. Наш эксклюзивный материал из горящей Сирии. Кадры, снятые прямо с брони во время реального боя. Только так можно понять, как используют танки в современной войне. Специально для зрителей телеканала РЕН-ТП. Война в Сирии идёт уже больше шести лет. И именно здесь сегодня определяется будущее всего мирового оружия на десятки лет вперёд. Какая армия сможет противостоять современным угрозам, какая нет, зависит от того, смогут ли военные извлечь правильные выводы из происходящего. Русские разрабатывают оружие, основываясь на данных оперативного исследовательского статистического анализа. Ввиду Великой Отечественной войны у них есть огромные статистические данные, которые они используют при разработке очень качественного, очень надёжного оружия. В небе наши самолёты с новейшим и высокоточным оружием. Но настоящие результаты достигаются только на земле. И там — русские танки. Сирийская армия бросает в бой против террористов даже самые старые Т-54-е. И говорят, что без этого оружия не победить. Русское оружие показало себя весьма эффективным в Сирии в борьбе против терроризма. И я, как офицер-специалист танкового корпуса, могу сказать, что танк является самым эффективным оружием в Сирии против терроризма. Для взятия оккупированных городов, в пустынях, в руинных посёлках и особенно горах. Сегодня в нашей программе подробности о новейших и секретных военных разработках, эксклюзивное интервью с лучшими специалистами и уникальное расследование программы «Почему именно танки решают исход современных войн?» Смотрите через минуту. Летом 2017 года США официально объявили о начале работ над новым основным боевым танком для своей армии. Конгресс уже выделил деньги, а президент Дональд Трамп одобрил. Это будет мощная машина с системой цифрового управления боем, защищённая от ударов самонаводящихся ракет, с автоматической системой заряжания и необитаемой башней. Другими словами, это будет танк, развивающий идеи нашего Т-14 «Армата». Запустить его в серию США собираются к 2030 году. Российское министерство обороны представило самый мощный танк с момента окончания Холодной войны. «Армата», безусловно, заслуживает звания самого революционного танка этого поколения. Т-14 «Армата» будет принят на вооружение к 2020 году. Многие западные военные аналитики пытались найти изъяны и просчёты конструкторов новой машины, но не нашли. Натовские генералы успокаиваются тем фактом, что новых русских танков пока очень мало, и основной боевой машиной России ещё некоторое время будут оставаться Т-72 и Т-90. Танку Т-72 40 лет. Работает и воюет в Сирии 7 лет и почти не ломается. Ржавчина не нарастает, эрозия не берёт, что доказывает хорошее и долголетнее качество русского оружия. Это является хорошим показателем для всех видов российского оружия – качество и долголетие. Эксклюзивный репортаж нашей программы «С места боёв в Сирии». Мы выяснили, почему именно русские танки так успешно противостоят террористам и, по сути, уже стали основной боевой силой в сирийском конфликте. В начале 2017-го США провели самую масштабную со времени окончания Холодной войны переброску войск в Европу. 12 января в Польше вот так с оркестром и парадом встречали 4 тысячи военнослужащих США, американские танки и бронемашины. Десятки «Абрамсов» и «Леопардов» отрабатывают навыки войны в условиях средней полосы. Против кого учатся воевать, догадаться нетрудно. Американским военным известно, что русские танки пробивают их броню, поэтому боевые машины закопаны в землю. А вот и цели, по которым работают танкисты. В учебной мишени натовцев легко опознать старый советский танк. Скорее всего, это Т-54. Телеканал «Наше время» в качестве пояснения к происходящим событиям даёт вот такое интервью американского офицера. Для нас это как возвращение к истокам, то есть к решительным действиям. Борьба с противником, обладающим многими из тех возможностей, которые есть у нас, вовсе не то же самое, что операции в условиях Афганистана или Ирака. Что стоит за военными приготовлениями НАТО у границ России? Эксперты уверены, что в современных реалиях танковые лавины, которые являются основным ударным кулаком, как это было во Вторую мировую, уже невозможны. Да и единиц техники недостаточно для масштабной атаки на Россию. Но к чему-то наши западные партнёры явно готовятся. Стянуть вот так войска не получится. Воевать фронтами и армиями, танками сейчас никто не будет. Насыщенность высокоточного оружия, как с их стороны, так и с нашей стороны, а также применение особых видов вооружения, не позволит произвести, так сказать, внезапный удар. Угрожает ли это танковая армада Калининграду? Они не скрывают в своих легендах, которые разрабатывают в штабах, о том, что их военной целью является захват Калининграда. Мы встретились с лучшими военными экспертами и выяснили все возможные сценарии событий. Каково будущее танков на поле боя? Как они будут использоваться в войнах? И почему российские машины по-прежнему на первых строчках мировых рейтингов? Смотрите сегодня в нашей программе «Эксклюзивное расследование РЕН-ТВ» Ведущие военные эксперты говорят, что именно танки, как и 70 лет назад, могут снова изменить ход истории. При этом практически исключено, что их, как в 41-м, бросят в лобовую атаку. Самысел, по которому Россия может быть втянута в локальную войну, возможно, намного коварнее. В случае реальных боевых действий она будет сметена в 5 минут. Другое дело, что это откровенно провокационное действие, направленное на то, чтобы вызвать с нашей стороны ответные действия и потом, естественно, обвинить нас в какой-то мифической агрессии. Это такая продуманная политика. Кому на самом деле предназначаются американские абрамсы? Стягивание старых танков якобы на защиту Прибалтики и постоянные учения НАТО могут оказаться лишь началом грандиозной военной провокации. Политика НАТО расширения на восток, она говорит о том, что страны НАТО пытаются создать очень серьезный очаг напряженности на российских границах. Причем это все напоминает 1941 год. Посмотрите, вот такой рекламный ролик запустили латвийские власти. Романтическая история прибалтийских партизан, так называемых «лесных братьев». Сегодня они рассказывают, что боролись за независимость. Однако факты, зафиксированные в архивах, говорят о том, что на их счету главным образом преступление против мирных граждан. В марте 2017 года КГБ Республики Беларусь сообщило о задержании двух десятков боевиков так называемого «Белого легиона». Правые радикалы организовали тренировочные лагеря. Александр Лукашенко обвинил в финансировании радикалов Германию и США. К чему клонят западные партнеры? И почему русские танки могут понадобиться на переднем краю обороны? Наполеон тоже когда-то Польшу использовал, использовал как плацдарм против наступлений, против нас. Гитлер начал великую вторую мировую войну с Польшей. Польша никак не может понять свое предназначение и все время выступает в качестве какого-то провокатора. На территории Польши с начала 2017 года накачивается военная группировка НАТО. Несколько сотен боевых машин, включая американские танки «Абрамс» и немецкие «Леопарды». Генсек НАТО Йенс Толтенберг теперь открыто заявляет, что все эти усиления группировки на Востоке направлены на устрашение России. Учения с недавних пор также носят открытый антироссийский характер. Они не скрывают в своих легендах, которые разрабатывают в штабах, о том, что их военной целью является захват Калининграда. Более того, они постоянно генерируют эту идею, как утечку секретных данных для того, чтобы обескуражить население Калининградской области. Но действительно ли целью является Калининградская область? Ведь в таком случае страны НАТО рискуют получить ответный удар, вероятнее всего, ракетами. И тогда следа не останется не то что от танковой группировки, но и от некоторых городов, где эти вооружения размещены. Искандер из Калининграда, пункт постоянной дислокации этой танковой дивизии, будет лететь две минуты. Покурить не успеет, не то что завести двигатели. Вот стоит ли? Вот недавно видел их командиров. Да, он весь в таком красивом черном мудире с кавалерийской шляпой. Все, красавец. Но вот пусть лучше на парадах, так говорится. А поляки им помоют танки, гусеницы почистят, их почистят, помоют. Ну пусть лучше стоят, не дергаются. Опыт последних военных конфликтов показывает, что США в такие игры не играют. Им нет нужды задействовать своих солдат в прямых боестолкновениях. Зато подбросить воюющим сторонам танки и другое оружие – это запросто. За последние несколько лет американские военные на Ближнем Востоке умышленно или случайно забыли, потеряли или просто подарили террористам ИГИЛ столько оружия, что им хватает воевать против армии нескольких стран. Но что все это значит, если перенестись к российским границам? И как ими может обернуться последствиями? 31 июля 2017 года Таллин посетил вице-президент США Майкл Пенс. Там же на встречу с ним собрались лидеры трех прибалтийских стран – Латвии, Литвы и Эстонии. Цель переговоров – военное сотрудничество. Прошли они в закрытом режиме, а судя по заявлениям, речь шла в основном об обороне и так называемых гибридных угрозах, конечно же, со стороны России. Но неожиданно по итогам этой встречи президент Литвы Даля Грибовскойте обрушилась с претензиями в адрес не России, Белоруссии. Оказывается, Литву крайне беспокоит строительство АЭС Подгродно, и Вильнюс рассчитывает на поддержку США, чтобы вмешаться и остановить Минск. На встрече с вице-президентом США руководитель страны Даля Грибовскойте подчеркнула, что демонстрируемая Америкой твердая позиция в отношении геополитических энергетических проектов Кремля имеет исключительное значение в плане возникновения новой угрозы – строительство вблизи границ НАТО небезопасной белорусской АЭС в островце, которая может быть использована как неконвенциональное оружие. Военные эксперты говорят, что ближайший союзник России и Беларусь оказывается под угрозой. У Минска нет ядерных ракет, зато с Россией действует договор о коллективной безопасности. Для стратегов НАТО это шанс втянуть Россию в конфликт, но не получить при этом ядерный удар в ответ. Калининград был, есть и будет город-крепость и военно-морская база. Это анклав, это форпост России. И никто не позволит даже приблизиться к этому. У западных границ страны уже не первый год идут масштабные военные приготовления. Командующий силами США в Европе Бен Ходжес в конце июля объявил о грандиозном проекте. НАТО потратит более 200 миллионов долларов на строительство крупнейшего военного логистического центра в районе поселка Повиц в Польше. Ведется тотальная радиоэлектронная разведка. Соответственно, раскрывают, американцы пытаются узнать точную диспозицию и расположение наших воинских частей с тем противовоздушной обороны. Посмотрите, это иракский Масул в 2014 году. Террористы ИГИЛ захватили город и все, что было в нем. В том числе военные трофеи. Имущество иракской армии. Несколько дней они перегоняли по улицам Масула пушки, танки и военные грузовики. Это выглядело почти как парад военной техники. Чтобы отбить Масулу боевиков, понадобилась масштабная операция, которой американцы привлекли силы своей коалиции и вновь вооружили иракскую армию. Соединенным Штатам Америки формально потребовалось 9 месяцев, чтобы его взять. Потому что сама операция по штурму Масулу началась 19 октября прошлого года. И, как видите, завершилась только буквально спустя 9-10 месяцев. Террористы захватили военные техники столько, что ей можно было бы укомплектовать три полноценных дивизии. Что они сделали? Среди трофеев танки, самоходные установки и множество боевых «Хамби». Все это поставили в свое время иракской армии США. В 2014 году для них явилось очень таким серьезным политическим ударом, что та территория Ирака, которую они как бы освободили, и которую они считали уже, если записали в свой военный актив, вдруг выяснилось, что на территории Ирака беспрепятственно действует ИГИ. Натренированная американскими инструкторами так называемая «золотая дивизия армии Ирака» попросту бежала из Масула, побросав всю технику. Террористы нашли брошенные генеральские кители в казармах. Было ли это случайностью или целенаправленным планом по вооружению боевиков – самый интересный вопрос в этой истории. Техника, добытая в Ираке, до сих пор составляет ядро вооружений боевиков ИГИЛ. Телеканал «Вайс Ньюс» в 2014-м по горячим следам событий разыскал нескольких дезертировавших солдат Иракской армии и задал им прямой вопрос о том, как это произошло. Как вы думаете, были ли замешаны офицеры в успехе ИГИЛ? Да, думаю, были, но они не то чтобы участвовали. Но когда ты оставляешь свою позицию и убегаешь, это разве не измена? Среди них были генералы Абуд Канбар, Алей Гайдан, Аль Гарави. Нам говорили, что они сели в самолёт и улетели в неизвестном направлении. На этом видео ещё один Абрамс, принадлежавший армии Ирака, достался террористам. Один из наиболее свежих трофеев бандитов. К счастью, далеко не всегда религиозным фанатикам удаётся грамотно использовать захваченные танки. Вот так бывает, когда машина оказывается в неумелых руках. А эти кадры террористы снимали во время городского боя. Танк в таких условиях — заметная мишень. В любой момент его могут ударить в особенно уязвимые точки — борт или корму. Но, как говорят военные, тот, кто заметил врага первым, тот и выживает. Смотрите далее в нашей программе. Чьи танки самые сильные и мощные в мире? После появления впервые на параде победы танка «Армата», естественно, стало очевидно, что такой бронетехники нигде в мире нет, и тем более на Западе. Тяжёлый и мощный «Абрамс» или израильская «Меркава». НАТОвские танки. Верх инженерной мысли или, может, устаревшая техника? Производство танков «Абрамс», производство танков «Леопард», «Леклерк» практически сейчас остановлено. Кто победит в бою? Старенький Т-72 или модернизированный французский «Леклерк»? «Леклерк», если его не поражать чем-нибудь, если на нём не воевать, а на полигоне, то машина хорошая. Реальные танковые бои. Взгляд изнутри и снаружи. Как применяют танки в городских боях под Дамаском, и почему один старый русский Т-72 оказывается эффективнее нового «Абрамса»? Эксклюзивный репортаж нашей программы из Сирии. Танк Т-72 имеет устойчивое устройство управлением пушки. Мало ломается и быстро управляется. Этот танк имеет автоматическую подачу. Детальный анализ и примеры городских боёв. Смотрите через минуту. Военные эксперты признают, последнее десятилетие перевернуло представление о танках. Ещё недавно о них вообще собирались забыть — списать со счетов. Англичане, например, а ведь это именно они придумали танк как таковой, вообще перестали их производить за ненадобностью. Тех, кто считает, что танки уже не нужны, ну, как говорится, можно удивиться их неудачам. Например, англичане решили, что танки им больше не нужны. Поэтому свои заводы, последние, они вдруг дрохнули в 2013 году. Я теперь лихорадочно думаю, как его свои челленджеры устанавливать. Ещё недавно изобретатели самых оригинальных конструкций танков славились шведы. Но и они свернули свои разработки. Совершенно революционные конструкции. Например, сочленённый танк «Удекс Икс Икс-20», состоящий из двух машин. Уникальная идея. Экипаж в нём прекрасно защищён от детонации боекомплекта. Водитель и наводчик вообще вынесены в отдельный корпус. Это даёт им больше шансов выжить. Или вот ещё одно нестандартное решение от шведов. Безбашенный танк СТРВ-103. Пушка неподвижна, но всё продумано. Наводка на цель осуществляется так. Наклоняется корпус всего танка. За это отвечает умная пневмоподвеска. Шведский танк СТРВ-103 или танк С, где весь экипаж, вооружение, всё располагалось в едином объёме корпуса, то есть без башни. А предполагалось, что этот танк будет наводиться по вертикали своё оружие за счёт гидропневматической подвески, по горизонтали тоже в определённых пределах. По сути, эта машина танком, конечно, не являлась. В его классическом смысле это была противотанковая бронированная самоходная установка. Они считали, что она для условий Швеции позволяет более эффективно решать задачи противотанковой обороны. Все эти танки давно стоят в музеях. О новых разработках не слышно. А тем временем на полях боёв продолжают править вал машины из 70-х и 80-х. И список современных танков, оставшихся в строю у ведущих армий мира, не так уж велик. Это советские серии Т-72, Т-80 и Т-90. Американский «Абрамс», немецкий «Леопард», французский «Леклерк», израильская «Меркава» и китайские «ВТ». Мы видим, у нас «Абрамсы» катаются, «Челленджеры», «Леопарды». До сих пор, в принципе, самая массовая машина на полевой остаётся Т-55 и Т-72. Как наиболее простые, самые легкообслуживаемые машины. Потому что даже все эти боевики, они, в принципе, даже Т-72 вполне спокойно обслуживают. Что хорошо говорит о том, что конструкторы знали, что они делают. Именно на советские танки серии Т приходится больше всего боевых операций в Сирии. А последние конфликты на Ближнем Востоке — это именно точка отчёта, после которой военные стратеги признали. От танков отказаться нельзя. И заменить их более лёгкими, дешёвыми машинами, броневиками никак не выходит. Сегодня мы покажем, как они работают на поле боя. Не пропустите наш эксклюзивный материал из Сирии. В течение семи лет русское оружие играло большую роль. Сирийские профессиональные солдаты плюс русское оружие. Получается замечательный дуэт. Если бы не было русского оружия, то ситуация была бы намного хуже, чем сейчас. Спасибо дружественной России за то, что она доставила нам усовершенствованное оружие. И дай бог мы вместе с Россией уничтожим терроризм в мире. С 2015 года в НАТО решили вернуть традицию танковых соревнований. Подобных состязаний не было уже много лет. А возродить их решили, чтобы не отставать. Натовские генералы это даже не пытались скрыть. Эксперты говорят, что правила натовского биатлона сильно отличаются от нашего. Заездов нет как таковых. Причиной тому — потеря квалификации танкистов. В последние годы про них просто забыли. Теперь тестируют совсем другое. Например, как экипаж справится с ремонтом гусеницы в полевых условиях. Лидеры в этом конкурсе, который прошел уже второй раз, как ни странно, не американские танкисты, а немцы и датчане. Они стабильно занимают первые места. В России танковый биатлон — экстремальное и зрелищное соревнование. Команды здесь из Китая, Венесуэлы, Белоруссии, Армении. В этом году участников стало еще больше. Правила жестче, чем в НАТО. Впечатления очень большие. Здесь адреналина много. Ну, это же как почти получили спорт, а в спорте всякое бывает. Это первый раз, когда Уганда участвует в международных армейских играх. И я очень надеюсь, что к концу игр наш экипаж получит много полезных уроков и многому научится у товарищей, с которыми они будут соревноваться. Российская команда очень сильная, побеждает во всех последних соревнованиях. Но индийская команда в этом году намерена дать хороший бой России. Я думаю, не было бы смысла приезжать, если не бороться за победу. Это первое. Второе. В общем-то, все соперники по опыту прошлых лет. В этом году в ходе подготовки мы видели возросший уровень. Последние лет 20 влиятельные военные аналитики утверждали, что эра танков и боёв с их участием ушла в прошлое. Западные военные стратеги продвигали идеи, будто без танков можно обойтись в современной войне. Броневики на базе «Хамви» — бомбардировщики, вертолёты и точные удары ракетами — могут решать исходы сражений. Боевые действия и на Украине, и в Сирии показали, что ценность танка сохраняется. И как средство огневой поддержки действий пехоты, да и действия в составе подразделений танковых для совершения определённых операций. Даже до танковых боёв доходило на той же Украине, когда в 2014 году шли бои за котлы и так далее. Даже до танковых боёв доходило, что достаточно было редкостью большой в последнее время, потому что противники встречались в основном, ну, один сильнее, другой слабее. Так кто на сегодня самая сильная танковая держава? И чья техника круче? Максимальные танковые парки имеют Россия и США. У американцев около двух с половиной тысяч абрамсов находятся в строю. У нас порядка трёх тысяч работоспособных Т-72, Т-80 и Т-90. Это совсем не те масштабы, которые использовались, например, во Второй мировой войне. Так, от них только 34-ок за время Великой Отечественной было выпущено около 50 тысяч штук. Ни один танкист не скажет о том, что «Тигр» хуже 34-ки. Потому что против «Тигра», как правило, выходило для того, чтобы «Тигр» поразить, выходило 4-34-ки. Две отвлекали внимание «Тигра», а две, значит, где-то там сзади, сбоку, подходили к нему на ближней дистанции и в упор били его. У «Тигра» была гораздо мощнее пушка, 88 мм, которая пришивала Т-34 насквозь. И гораздо была более мощная броневая защита, которая с полутора тысяч метров было нашим снарядом взять невозможно. Поэтому подходили метров на 200, на 300. Но у «Тигра» была очень низкая подвижность. Откройте любой западный военный журнал и увидите — в их рейтингах на первом месте почти всегда стоит американский «Абрамс». Но каковы его достоинства? Попробуем разобраться. Без сомнений, это самый большой и грозный на вид танк из существующих. А ещё это самая распространённая в НАТО боевая машина. Но так ли опасен этот зверь, как о нём рассказывают? Американцы умеют рекламировать свою технику, создавать пиар вокруг неё. Ну, какая она лучшая, наверное, нельзя. Наш танк Т-90, «С» намного превосходит «Абрамс». Ну, во-первых, потому что у нас, ну, как минимум, три человека экипажа, у них четыре человека экипажа. У нас танк может стрелять не только снарядом, но и реактивным снарядом, туром. У нас несколько слоёв брони. У нас броня активная и пассивная. Вот у нас танк имеет скорость более высокую, он легче, чем у американских танков. У силуэт его ниже, чем у американского танка. «Абрамс» разработка уже не новая. В 70-х годах прошлого века его создали. Серию запустили в начале 80-х. Причём к тому моменту в СССР уже были созданы серийные танки, опережающие по многим параметрам американский прототип. Если брать наши танки 80-х годов, 80-х годов, американские танки, то наши танки превосходили и по мощи артиллерийского вооружения, и по броневой защите. Чём традиционно превосходили нас, американцы, это в системах управления оружием танка. Вот они имели более совершенную систему поиска целей и наведения. «Пентагон» постоянно дорабатывает свой главный танк. Самый последний «Абрамс» — модификация СЭП-3. Её только собираются внедрять войска из стоящих на вооружении СЭП-2. Это не новый танк, а глубокий тюнинг старых машин. Навесное и дополнительное оборудование делает «Абрамс» более современной машиной. На «Абрамс» навешивают тепловизоры, цифровые приборы наведения, ставят в кабине мониторы. В общем, был старый танк, стал новый. Но даже в последних версиях снаряды в пушку подаёт специальный человек, а не автоматика. В принципе, если посчитать количество танков, построенных с нуля, а не очередной модернизацией, там, «Леопард А-1500», мы вдруг обнаружим, что, например, последний «Абрамс» был построен на американцах в 2006 году. Долгое время и сами американцы не знали, каков их «Абрамс» в реальном бою. После запуска в серию в начале 80-х танки более 10 лет простояли без дела и впервые были брошены в бой в Ираке во время бури в пустыне. Если брать две войны Соединённых Штатов против Ирака, у Ирака были мощные танковые подразделения. Но они были уже... это были устаревшие танки, сильно устаревшие. И при этом ещё и плохо оборудован с плохими экипажами. Ну и само плохое командование тоже сказал, что это центральное. То есть тут много факторов. Так что сейчас роль танков, естественно, стали пересматривать. Ну а с появлением «Арматы» вообще сейчас все меняют концепцию. Весь авторитет танка «Абрамс» основывается главным образом на знаменитой войне в Персидском заливе. В 91-м бронетанковая дивизия США на «Абрамсах» на голову разбила иракские танки советского образца Т-55 и Т-72. Вот обратите внимание, все последние войны, которые вели в Соединённых Штатов, они вели войны против государств и армий, ну, застрявших в середине прошлого века. Это Ирак, это Ливия, это вот сегодня Сирия. Я уже не говорю там про Сомали, с которыми они воевали. Они же не воюют серьезными государствами вроде нашего, да, государства или вроде Китая. Да, они во Вьетнаме потерпели сокрушительное поражение, хотя там тоже не было бронетехники никакой, просто партизаны потерпели сокрушительное поражение. «Абрамсы» с трехкилометровой дистанции наносили удары по Т-72 армии Ирака. Во время песчаной бури «Абрамс», оборудованный тепловизионным прицелом, имел значительное преимущество перед Т-72 первой серией. Иракские танкисты попросту не видели противника. К тому же авианалеты сильно подорвали боевой дух армии Ирака. Из более чем трехсот уничтоженных американцами машин, многие были просто брошены на своих позициях. США в этой операции потеряли 21 танк. Дело в том, что если мы говорим про боевой дух, особенно бойцов стран Ближнего Востока, не только египтян, но также и сирийцев и так далее, то в определенных обстоятельствах они ведут себя очень странно. То есть, когда они понимают, что ситуация развивается не по тому сценарию, к которому они выстрелили, а их сценарий обычно как тотальное превосходство противника, то они зачастую либо покидают поле боя, либо сдаются вперед. Кадров таких очень много. Если мы посмотрим всю историю Израиля и арабских войн, войн между Ираком и Ираном, эти такие случаи происходили постоянно. В 2003 году, когда США снова вошли в Ирак, на этот раз уже свергать Саддама Хусейна, от легендарной неуязвимости Абрамса не осталось и следа. Иракская армия была фактически расформирована, и американцам пришлось противостоять партизанским формированиям. И неожиданно выяснились все слабые стороны Абрамса. Оказалось, что подбить его может практически любой старенький советский гранатомет. У Абрамсов, например, есть недостаток, что есть у него, скажем, уязвимые места и для стрелкового оружия. В задней части его башни, в отсеке, находятся некоторые элементы управления, системы управления огня танка. Если туда повредить стрелковым оружием, то танк встает как копанный. Автоматика перестает работать. И этим, кстати, очень хорошо пользовались Хуситой. в Йемене, которые вот таким образом остановили и подбили несколько танков Саудовской Ары и Абрамс. Абрамс — очень тяжелый танк. Порядка 70 тонн, в зависимости от навесного оборудования. Вот посмотрите, с какой помпой снято это видео, пока Абрамс движется по укатанной дороге. А вот он же, но уже чуть в поле, увязший в грязи. И ведь это не овраги, не разбитое бездорожье. Если бы не пришедший на помощь второй Абрамс, первый бы остался там навсегда. Раньше на территории прибалтийских стран танков стран НАТО не было. Ну а теперь появился повод, чтобы эти танки там поездили, они там проводят учения, бряцают оружие вдоль наших границ, показывая вот, какие они сильные и так далее. Ну и периодически в сеть попадают кадры, что не всегда на этих учениях все проходит гладко. А то пехотинцы вязнут в прибрежных водах Балтийского моря, то танки, которые не должны бояться грязи, то есть грязи тонут по самую башню. Ну, обычное дело, английские будни стран НАТО. Однако американским военным, возможно, даже нравится, какой Абрамс тяжелый, крутой и огромный. Ведь иногда на поле боя можно обратить противника в бегство одним лишь грозным видом. Вот в Афганистане развлекаются американские танкисты. Давят гусеницами Абрамса бочки из-под бензина. Наверное, так их компактнее можно уложить на складе. Несмотря на то, что американский танк нахваливают натовские военные аналитики, реальных подтверждений его выдающихся качеств пока немного. Конфликты, в которых успел поучаствовать Абрамс, можно назвать тренировкой на котятах. Ирак, Афганистан, снова Ирак, Сирия и Йемен. Везде противниками Абрамса выступали заведомо устаревшие, давным-давно снятые с производства советские танки. Т-55, конечно, выступают Абрамсу очень сильно, потому что, во-первых, у Т-55 нет стабилизатора такого, все ракурсные стабилизаторы, как есть у Абрамса, естественно. И калибр пушки у него, по-моему, 110 мм, не 125, как у танка Т-72. Абрамсы оказались довольно капризными в эксплуатации. Да, американские танкисты любят показывать, как всего за несколько минут в полевых условиях они могут заменить двигатель и трансмиссию этого танка. Все сделано единым блоком и легко вынимается краном. Однако сама силовая установка сделана весьма необычно. Во-первых, это довольно капризный газотурбинный и очень прожорливый двигатель. Во-вторых, боится пыли, песка и много еще чего. Первый раз боевое применение Абрамсу в Ираке и было в 91-м году. И сразу же там все косяки болезли. Двигатель не может работать в условиях пустыни, в полевых условиях. Фильтра хватает на 15 минут. Но ведь только у нас наши конструкторы на Т-80 для газотурбинного двигателя сумели сделать систему очистки воздуха, которой в мире до сих пор нет. Только наши конструкторы. А все фильтры Абрамсов, они примерно как автомобильный кассета стоит. 15 минут он поработал в пыли и забился. Главный враг американских танков — русские гранатометы. Даже очень старые версии РПГ-7 с пыльных иракских складов с легкостью прошивают Абрамса в борт и корму. Современные комплексы класса «Карнет» — о них расскажем сегодня подробнее — накрывают противника ударом сверху, туда, где самая тонкая броня. В этом случае поражение гарантировано. Военные эксперты говорят, что именно русские компактные и легкие ручные противотанковые гранатометы и их массовое распространение стали причиной, по которой западные генералы стали отказываться от танков в пользу авиации. Мне приходилось наблюдать реакцию американских танкистов на выставках. Как-то был и стоял на стенде «Базальта». Это разработчик гранатометов наших сельскими РПГ-7, РПГ-30, РПГ-32 «Хашем», РПГ-29 «Вампир». Лежат гранатометы, идут танкисты американские в форме. Это в Иордании, по-моему, было. И они, когда увидели эти шайтан-трубы, они бегом от них побежали, потому что их аж это в дрожки дало. Потом я с ними там пересекся, спросил, что такое? Говорит, что вы делаете? Говорит, что вообще такое? Я говорю, не понял смысле. Говорит, вы понимаете, это не гранатомет, это вообще ужас какой-то. В каком плане? Мы едем в Ираке, колонны, все, никого не трогаем. Все, стоят местные жители, ручками нам машут. И вот так вот один наклоняется, из песка достает эту трубу. Песок стряхнул с РПГ-7 и в Бартинов, говорит, влепил, факел. Горелые. А мы, говорит, даже мяфт тут не успели. Следующий танк, проверенный в ближневосточных конфликтах, израильская Меркава. Эта необычная по многим параметрам машина действительно заслужила свой авторитет в боях. И многие эксперты ставят ее на высшие строчки мировых рейтингов. Вот, представьте, маленький Израиль выиграл все войны против всех арабских армий, которые вокруг них. Которые гораздо мощнее были его и по технике, и по количеству людей, которые там служили. Почему? Ну, потому что израильтяне с головой подсказали к ведению боевых действий. Думали, как это делать. Потом они сражались до последнего. Для израильтян создание собственного танка было вопросом жизни и смерти. Бессерьезной обороны было непросто продолжать существовать среди арабских стран, которые пытались стереть Израиль как государство с лица земли. Итак, Меркава, в переводе «огненная колесница» — это особенный танк. В них, когда создавали Меркаву, решение на разработку и начало производства этого танка принимал не министр обороны, и даже не премьер-министр. Всех отправили министру финансов. Потому что все прекрасно представляли, что это очень дорогой проект. И хватит ли денег у Израиля этот проект реализовать. Но им повезло. У них очень мудрый министр финансов на тот момент был. Он прекрасно представлял, что если они реализуют этот проект, то это позволит и даст большой толчок к развитию экономики Израиля. Ведь сегодня они делают броню сами. Сегодня они кучу различных приборов и систем делают для танков. Смотрите далее в нашей программе. Эксклюзивные материалы из Сирии. Детальный анализ танкового боя. Как русские танки сегодня помогают побеждать террористов. Танк сам по себе без поддержки пехоты тоже не может действовать. И вот в Сирии, в частности в Алеппо, был отработан вот этот механизм. И продолжение нашего расследования. Почему Армата вызвала шок в Пентагоне и европейских штабах? Какой ответ готовят США? И сможет ли Россия сохранить преимущество? За какими технологиями будущее? Защищенность экипажа? Цифровое управление боем? Или беспилотные танки? Смотрите прямо сейчас. Израильтяне при создании танка отказались от привычного баланса. Вес, защита экипажа, боекомплект. Их конструкторы хотели максимально обезопасить танк. При этом не особенно заботились о скорости и манёвренности. Эти показатели были принесены в жертву толщине брони. В одной сирийской деревне они понесли очень большие потери от нашего гранатомёта РПГ-7. После этого на израильском танке появляется динамическая защита, которая сейчас стоит на всех современных танках. Это специальные контейнеры, в которые укладывается пластит. И при попадании гранаты или же кумулятивного снаряда срабатывает данный блок и отбрасывает данный снаряд. Не получается кумулятивного эффекта для прожигания. После этого, когда израильские танки «Меркава» столкнулись с нашим туром «Карнет», они изобрели нечто похожее на нашу систему защиты штора, то есть которая ослепляет и уничтожает снаряд на подлёте. Однако, как утверждают военные, технические характеристики «Меркавы» очень специфичны. То, что хорошо Израилю, для другой страны может оказаться смерти подобно. «Хороший танк, да, но он тяжёлый. Можете представить, для него на специальной дороге, для него на специальные мосты, которые его выдержали бы. Танк хороший, да, замечательный, но тяжёлый очень. Он очень мало подвешен. Вот, я опять же, повторюсь, я много раз это говорил, без прикрытия с воздуха. Ну, он живая мишень». Неповоротливый танк годится для обороны небольшой территории, где нет дождей, хорошие дороги и повторяющиеся условия боевых действий. Другими словами, израильский танк создан для Израиля и вряд ли подойдёт кому-то ещё. «Танк предназначен только для того, чтобы его использовать вот в условиях пустынной местности. То есть, если его применить на Европейском театре военных действий, он будет неповоротлив и может просто даже увязнуть». Французский «Леклерк» считается одним из лучших танков в мире. Это современная, крутая и очень дорогая машина. Напичкана самыми современными системами управления огня. И это один из самых дорогих танков в НАТО. Помимо самой Французской республики, «Леклерки» заказали себе такие страны, как Саудовская Аравия и Арабские Эмираты. «У французов всё оружие нацелено на экспорт. Он в гусеницах вибрирует, трясётся. Но в том числе и потому, что оно само по себе из-за сложности выходит из строя. Это бывает. Экипаж его починить здесь не сможет. Естественно, с компьютером, чёрт-то ты разберёшься, чёрт-то не случилось. А потом, если по нему, извините за внимание, вдарить болванкой, то оно тоже плохо случится. Это почему-то». На «Леклерках» воюет армия Арабских Эмиратов. Её войска входят в арабскую коалицию, которая ведёт бои с куситами в Йемене. На счету куситов уже десятки подбитых танков Саудовской Аравии и Эмиратов. Горящие абрамсы часто попадают в видеохроники боевиков. Из открытых источников известно, что ещё в 2015 году от огня пострадали 9 «Леклерков». Один был уничтожен, что заметно лучший результат в сравнении с абрамсами. «Апэль-Леклерк, если его не поражать чем-нибудь, если на нём не воевать, а на полигоне, то машина хорошая». А этот танк в армиях НАТО многие эксперты признают лучшим. Немецкий «Леопард» последней модификации. Пушка, кстати, универсальная. Такую же ставят на абрамсы. А вот сам танк легче и более современный. Цена, я вам скажу так. Значит, мне попалась цифра, когда немцы раскрутили греков на закупку «Леопард-2А6». Обошлись грекам эти «Леопарды» примерно по цене по 10 миллионов евро за штуку. Вот, наверное, после этого экономика Греции и рухнула. Мне так что-то тут кажется. Вот только за последний год авторитет «Леопарда» значительно пошатнулся. Долгое время он считался самым совершенным танком в НАТО, потому что не было потерь этих машин, и на полигонах он показывал отличные результаты. Например, по скорострельности он лишь незначительно уступает российскому Т-90. По многим техническим параметрам превосходит. Но неуязвимость «Леопарда», как выяснилось в Сирии, объяснялась просто. До 2017 года он просто не сталкивался с реальным противником. Когда Турция на «Леопардах» вошла в сирийский «Эль-Баб», выявились и первые подбитые «Леопарды». Турция потери своих танков, как и другие страны, не публикует и не комментирует. Но по данным военных экспертов, подбитых «Леопардов» было более 20. А последний случай – это турецкая армия, это «Леопард-2». Это последняя огненная атака, где они потеряли 29 машин сразу поражёнными турами ещё советского производства. Они наступали в одну линию, то есть не меняя точку прицельной, дальность, как в Тире, все машины были сожжены. А это танк-сенсация! Наша «Армата Т-14». Мы попробуем разобраться, почему эту машину называют «революционной». Что в ней такого особенного? И как из-за «Арматы» будут меняться все современные танки? Немцы всегда были во главе танкостроительной отрасли мира. И тут они получили такой щелчок по носу мощнейший, потому что все танковые войска всех стран мира отброшены назад. Единственный танк четвёртого поколения, то есть «Армата», универсальная боевая платформа «Армата», есть только у России. Всем остальные придётся догонять. И поэтому сейчас они резко меняются подходы. Немцы, по крайней мере, нацелены на то, чтобы создать действительно новый танк, а все остальные, включая американцы, нацелены пока на мощнейшую модернизацию имеющихся танков. Эксперты говорят, что пока «Армата» проходит войсковые испытания, говорить об изменении баланса сухопутных войск в мире ещё рано. В ближайшие годы основой наших танковых войск будут оставаться Т-90 и Т-72Б3. Но когда перевооружение произойдёт, полностью изменится подход к боевым действиям. Это будут операции, которыми управляют дистанционно. Танки, дроны и каждый солдат будут частью одной информационной системы. И любое событие в бою можно будет координировать из центра. Это уникальный танк. Он вообще безлюдная башня. Безлюдные артиллерийские орудия, безлюдные пулемёты. Управляются автоматически. Экипаж находится в капсуле бронированной, защищён от укладки снарядов и от огня противника. Потому что он находится за двигателем. И люди все сидят, все вместе. Они управляют танком через компьютеры. Это уникальный танк. У него он очень хорошо защищён. Наши партнёры теперь рассылают заказы в свои военные компании. Им необходимо сохранить военный паритет. Американцы решили в ближайшие годы напичкать электроникой «Абрамсы». Это пакет модернизации под названием СЭП-3. Но сам танк останется таким же неуклюжим и старым. Да, у них есть замысел разработать новую платформу, так же уникальную, как «Армата». Но их проекты отстают порядка на 10-15 лет. При всём при этом, конечно, идут разработки, работают и заказчики над тем, как лучше сформировать более эффективный, менее дорогостоящий проект. Необитаемая башня в «Армате» и бронекапсула, в которой находится экипаж, несмотря на распространённое мнение, далеко не самое главное принципиальное отличие от иностранных конкурентов. «Армата» — это прежде всего база, на которой будут строиться и другие машины. «Армата» — это универсальная боевая платформа. И на её базе можно создавать целый комплекс боевых машин. Самоходная артиллерийская установка, транспортировочные средства, командная машина, всё что угодно. Естественно, боевая машина, пехота для перевозки войск. Эти боевые платформы сделаны на основе «Арматы», которые будут поддерживать в бою «Арматы». Так что это такой комплексный подход. А самое интересное то, что в «Армате» уже заложены принципы войны будущего. Когда не будет потерь среди танкистов вообще? Дело в том, что Т-14 изначально может использоваться как полностью беспилотный танк, которым управляют из единого командного центра. Смотрите далее. Эксклюзивный материал нашей программы из Сирии. Мы встретились с бойцами сирийской армии на самой передовой и выяснили из первых уст, чьи танки лучше. Русское оружие показало себя весьма эффективным в Сирии в борьбе против терроризма. И я, как офицер-специалист танкового корпуса, могу сказать, что танк является самым эффективным оружием в Сирии против терроризма. Невероятные кадры сняты от первого лица во время боёв. Почему террористы ИГИЛ не смогли использовать захваченные Абрамсы? Как русские гранатомёты меняют ход любой войны? Оператор точно так же, как в системе, которую назад называют выстрелы за домом. Эксклюзивное интервью и подробности из первых уст. Каким будет танковый бой в будущем и почему готовиться к нему нужно уже сейчас. Смотрите через минуту. Эти кадры снимали журналисты военного информагентства «Анна Ньюс». Они специализируются на освещении военных действий. В Сирии идёт операция по ликвидации переднего края обороны террористов. На танках действует сирийская армия. 3 декабря так получилось, что началась эпоха безоператорской съёмки. Мы новую технологию фронтовой журналистики применили. В этот день на танк командира экипажа, чей брат сгорел и находился в танке буквально на расстоянии 800 метров, и мы этот танк не могли вытащить. Вот мы научили командира этого экипажа, подключать «Гоу-Про», поставили его на танк. Я чуть не… я бы не засыпал. Мы не знали, что близко стоять к танку нельзя. И вот с того момента мы стали снимать эти танковые бои. У нас больше 20 камер сгорело вместе с танками и БМП. Марат Мусин несколько месяцев снимал на передовой и всё видел своими глазами. Несмотря на то, что у боевиков много захваченной техники, в том числе трофейных «Абрамсов» из Ирака, воевать они предпочитают так же, как и сирийская армия – на российских танках. У боевиков было много танков ещё с Ирака. Во-вторых, они захватили много танков в самой силе, они достаточно сильные были. Поэтому, естественно, например, в Дарае у нас капитан Халет даже не знал, что там есть Т-72 у боевиков. Он два танка сжёг. Он говорит, я вышел, выходит первый танк, я его убью. Из-за него выходит второй, я его порожу, и третий уходит. Мы, говорит, даже не знали, что у них там подземелье. Мы потом снимали эти танки, эти тоннели, где танки спокойно размещались и проходили. Военные эксперты говорят, что даже очень старые наши танки, типа Т-55 и даже Т-54, поставленные ещё во времена Советского Союза, в суровых условиях продолжают исправно работать. Сирийская армия бросает в бой машины, даже не оборудованные современными системами активной защиты, что очень рискованно. Чем отличаются наши танки, особенно уральские? Вот Т-72, там Т-90. Надёжность. Вот я не боюсь этого русского слова. В таком гамнике работают наши танки, подразумевая поэтому от жидкой грязи наших болот и прочих дальних мест до пустыни Сахары, и когда с открытым люком в танк за несколько часов несколько десятков килограмм песка набивается. А он работает, понимаете? Работает. И не просто работает, а стрелять может. Стреляет. Мы записали эксклюзивное интервью с одним из командиров сирийской армии Хасамом Каддором. Он вместе со своей танковой бригадой защищает от террористов пригороды Дамаска. Здесь проходят особенно ожесточённые бои. Террористы неоднократно пытались прорваться в столицу. Для них это заветная цель, поскольку может нанести серьёзный моральный урон правительственным силам. Но танкистам удалось отбить эти попытки и оттеснить боевиков. Танк Т-72 имеет большую возможность манёвренности в движении. В гусеницах у танка колёс больше, чем в других, что даёт ему преимущество манёвренности, а также возможность быстрее ездить среди руин. Большая броня обеспечивает повышенную защиту экипажу танка. Благодаря пластинам в броне его не могут пробить противотанковые ракеты. Танк Т-72 сделан универсальным и работает ночью, благодаря приборам ночного видения. В нём присутствует лазерная установка, определяющая расстояние. Эти аппараты помогают ему чётко определить цель ночью. Оценки нашей техники действующими офицерами сирийской армии действительно дорогого стоят, поскольку именно в этом конфликте, как и когда-то во Второй мировой войне, впервые были применены десятки новых видов вооружений. Сегодня военные аналитики изучают опыт борьбы правительственной армии Сирии с террористами. Имеет значение буквально всё. Русское оружие показало себя весьма эффективным в Сирии в борьбе против терроризма. И я, как офицер-специалист танкового корпуса, могу сказать, что танк является самым эффективным оружием в Сирии против терроризма. Для взятия оккупированных городов, в пустынях, в руинных посёлках и особенно горах, как в области Латакии, Идлиб, Алеппо, танк доказал, что является самым лучшим и эффективным оружием в городах, потому что имеет повышенную манёвренность, быстро стреляет и имеет сильную броню. То есть является высокотехнологическим универсальным оружием, имеет высокотехнологическую дымовую маскировку, распространяя дымовую защиту на десятки метров, при этом защищая пехоту от снайперов. Смотрите далее. Наше противотанковое оружие. Ему по зубам даже хвалёные американские абронсы. Аналогов комплексу «Корнет» нет ни в одной стране мира. Наша эксклюзивная встреча с создателями отечественного противотанкового ракетного комплекса. Почему они улыбаются, когда слышат о преимуществах штатовских джавелинов? Может быть, это, конечно, военные тайны. Даже для перспективных разработок до сих пор не нашли противоядия от «Корнет». И кроме того, от какого ещё решающего элемента зависит боеспособность танка на поле боя? Эти и другие подробности смотрите сразу после рекламы. Это эффектные съёмки работы американского противотанкового ракетного комплекса третьего поколения «Джавелин». Его главное преимущество, о котором не устают повторять на Западе, действие по принципу «выстрелил и забыл». Ракеты «Джавелин» оснащены головкой самонаведения, которая реагирует на тепло, выделяемое силовой установкой танка или другой бронетехники. Именно «Джавелин» недавно в очередной раз упоминался в словах высокопоставленных чиновников Белого дома, когда речь снова зашла о навязчивой идее поставки Пентагоном летального вооружения Киеву. Однако принцип «вижу и стреляю», который был реализован на российских противотанковых комплексах «Корнет», в своё время дал нашему оружию куда больше преимуществ. Вы помните её? «Операция «Буря в пустыне». Как только американские танки были подбиты, появились сообщения, обвиняющие Россию в поставке «Корнет». То есть считалось, что «Корнет» — это такое мощное оружие, которое выражает абрамс. что если абрамс подбит, то нужно искать эти фотоснимки. Мир хорошо помнит, как тщательно пыталась Америка спрятать эти фотоснимки. Документальное подтверждение того, что их якобы самый совершенный танк оказался уязвим перед оружием поколения 2++ российского производства. Но тогда абрамсы горели не от «Корнетов». иракские повстанцы подбивали их из стареньких РПГ-7 выстрелом в корму или борт. Ирак показал, что потери, которые поднесла американская армия, а это 91 «Абрамс», несоизмеримы с тем, что им противостояло. Им противостояли при полном господстве и воздухе авиации США. У иракских танкистов были наши танки Т-72А, без активной защиты, с прицелом ТПД-249, с ночным прицелом ТКН-1, то есть старым, никакого тепловизора, ничего. Но русский бронебойно-подкалиберный снаряд с расстояния в 900 метров шил «Абрамс» от «Арта» к борту. Америка отказывалась верить очевидным фактам, однако на всякий случай наложила экономические санкции на Тульское КБ приборостроения, которая занимается производством «Корнета». Это уже наши дни. Боевые действия Близ Масула. Активно экспортировавшийся на Ближний Восток «Корнет» часто становится боевым трофеем и новым грозным оружием, увы, не в тех руках. Вот и на этой записи боевиков «Абрамс» иракской армии, который снова оказался беззащитен перед российской разработкой. А это Йемен. И целью повстанцев-хуситов, являющихся одной из сторон многолетнего вооружённого конфликта в этой горячей точке на Ближнем Востоке, является бронетехника Саудовской Аравии. Как видно, и в этом случае «Корнет» полностью оправдывает своё предназначение. Мы специально приехали в Тулу, чтобы узнать о преимуществах российского противотанкового оружия прямо на его родине от создателей уникальных технологий. Компресс представляет из себя управляемую ракету в контейнере и саму пусковую установку, которая включает в себя прицел лазерно-лучевой, тепловизионный прицел или ночной, и саму треногу с вертлюглом. Как раз именно этот лазерно-лучевой прицел обеспечивает комплексу высокую помехоустойчивость. Увести ракету с курса практически нельзя, ведь её фотоприёмник обращён не в сторону цели, как у западного оружия, а к пусковой установке. Сама ракета вот здесь в полёте представлена. Это представляет собой ракету, где имеем место двигатель, боевая часть, здесь отсек рулевого управления и лидер. Более того, последние модификации «Корнета» говорят о том, что наш «2++» реализовал в себе и все возможности третьего поколения. Оператор точно так же, как в системе, которую назад называют выстрелы, забыл наводить перекрестие цели. При кресте прибора на цель производит пуск и дальше автомат комплекса ведёт ракету без участия операторов. Но это уже сегодняшний день, это уже модернизация «Корнета», это его перспектива. Кроме того, нужно помнить, что максимальная дальность стрельбы американского «Джавелина» всего 2,5 километра, у «Корнета» 5,5. Более того, одна из наших модификаций «Корнет-М» обеспечивает дальность стрельбы 8-10 километров и способна провить броню толщиной до 1 метра 30 сантиметров даже за динамической защитой. Ракета «Корнет» способна поразить все виды и существующих, и перспективных танков, и другой бронетехники противника, в том числе и «Меркава», и «Абрамс». И не только в проекции «Боковой», но также и в проекции «Лобовой», где у танка самая мощная лобовая броня, и даже эту броню эта ракета способна пробить своей кумулятивной струей. С Олегом Ситниковым, главным конструктором предприятия, мы не случайно встретились в новом цеху. Вот видите, на заднем плане за мной находится специально бронированная машина под названием «Тигр» отечественного производства. Вот на этой специально бронированной машине наше предприятие осуществляет размещение самоходного противотанкового комплекса «Корнет-ЭМ». У «Корнета» есть еще одно важное преимущество, которое недоступно хваленым американским «Джавелинам» даже в теории. Возможность произвести выстрел по одной цели сразу двумя ракетами с разницей пуска меньше одной секунды. В одном луче летят две ракеты. Сначала попадается ли одна ракета, и потом, если цель особо опасная и особо защищенная, попадает в это же место вторая ракета. То есть, скажем так, уберечься и спастись практически шансов нет никаких. При этом наше российское оружие значительно дешевле комплексов, оснащенных головками самонаведения, американских «Джавелинов» и израильских «Спайков». Ракеты стоят в 3-4 раза дешевле, а, например, цена контрактов с одними тем же инозаказчиком на закупку одинакового количества ПТРК «Карнет-М» и ПТРК «Спайк» и оснащение однотипных подразделений отличается в разы. А на этих кадрах момент десантирования нашей бронетехники во время учений. Наряду с танками бронированные машины БМП и БМД обеспечивают выполнение главной боевой комплексной задачи поддержки наступления и захвата территории противника. Такие машины сегодня в Туле оснащают мощными комплексами вооружений, боевыми модулями «Бахча» и «Бережок». В состав «Бахчи» входит орудие пусковая установка 100-мм для стрельбы осколочно-фугасным боеприпасом и пуск управляемых ракет «Аркан». На «Бережке» роль 100-мм пушки выполняет 30-мм гранатомет. Он также предназначен для поражения укрытой живой силы противника. Благодаря отечественным разработкам в наших бронемашинах реализован принцип так называемой «длинной руки» — ощутимое преимущество дальнобойности в условиях реального сражения. Если танк сможет вести активный огонь на дальности 3, ну максимум 3,5 километра, то управляемая ракета «Аркан» начинает поражать этот танк на дальности уже начиная от 5,5 километра. В своё время главный конструктор предприятия, имя которого оно сегодня носит, Аркадий Георгиевич Шипунов, считал, что перспективный запас той или иной разработки не может превышать более трёх лет, ведь технологии постоянно усовершенствуются. Однако возможности противотанкового ракетного комплекса «Корнет» превзошли ожидания самого создателя. «Может быть, это, конечно, военная тайна, но даже для перспективных разработок до сих пор не нашли противоядия от «Корнет». Конструкторы и инженеры по всему миру бьются над решением этой стратегически важной задачи — создать комплекс неуязвимости брони с одной стороны, а с другой — обладанием оружием, которое справится с разработками противника. Но есть ещё один важный фактор, от которого зависит боеспособность любого танка. И тут все эксперты едины в своём мнении. То, как машина реализует свои преимущества на поле боя, зависит в первую очередь от экипажа. Далее в программе. Три танкиста и их подготовка. Неожиданные факты и самые невероятные военные хитрости от героя России, прошедшего не одну войну. Надо всегда помнить, что противника можно обманывать. Почему главная опасность для танка — это плохо обученный экипаж? Такой необученный боец, значит, угрыбил в советской российской армии танков больше за послевоенный период, чем все наши противники вместо этого. Как это бывает в жизни? Нелепые ошибки танкистов и их экспертный разбор. Эй! Ку**а! Стой! Эти и другие подробности буквально через несколько минут. Май 2017-го. Соревнование бронетехники НАТО — аналог российского танкового биатлона, приглашение на который страны Альянса отклоняют уже не первый год. Кроме американских Абрамсов здесь был представлен и весь цвет европейской танковой промышленности. и немецкий «Леопард», и французский «Ликлерк». Победителем по результатам нескольких дней состязаний стал экипаж… нет, не из США. Первое место взяла Австрия. У доблестных американских военных в Старом Свете похожа совсем другая мотивация. Всего лишь короткая цитата из выступления в Литве командующего вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса. Мы не думали, что когда-нибудь еще в Европе потребуются танки, потому что мы видели Россию в качестве партнера. Но, учитывая все последние события, мы поняли, что нам нужно привести нашу броню в Европу как элемент сдерживания. В своих парадных протокольных выступлениях генерал Ходжес старается не упоминать, что прежде чем пытаться сдерживать якобы растущую военную угрозу из России и пугаться запланированных на осень совместных учений России и Белоруссии, бойцам НАТО в первую очередь надо научиться уверенности на новом для них театре военных действий. Если, конечно, однажды до этого вообще дойдет дело. Главное в танке – это экипаж. Каким бы ни был нашпигованный внутри танк электроникой или прочим, если танкист не уверен в том оружии, которое ему вручено, он неуверенно владеет и, самое главное, не умеет в танковом бою выиграть время, время первого выстрела, время совершения маневра, время ухода из-под огня. А учиться НАТОвцам, похоже, придется многом. Начиная от защиты самой танковой брони, как это делают на «Абрамсах» в Германии, до отработки скорости наведения переправ через реки в Европе по-другому не повоюешь. Для того, чтобы «Абрамс» преодолел водную преграду, это целая, скажем так, эпопея, связанная с организацией переправы, строительством понтонных мостов. По-другому танк преодолеть водную преграду не сможет. Наши танки могут и без понтонных мостов преодолеть, и это у нас является штатным, скажем так, мероприятием, когда танк специально готовится, устанавливается труба для вывода выхлопных газов. И вот он, реку по броду, даже когда его полностью заливает башня, спокойно преодолевает. Экипажам американских 60-тонных гигантов предстоит осваивать не только реки, но и лесистое бездорожье. Так же, как они почти тонули в сыпучих ближневосточных песках, сегодня тяжеловесы вязнут и в европейской грязи, как это было осенью 16-го на учениях в Норвегии. Хорошо, когда рядом присутствует специальная техника, а если без нее, в условиях реального боя, будет уже как на этом видео. Удивительно, но пока танк пытается выбраться из грязевой ловушки, за кадром слышен беззаботный смех кого-то из экипажа. Похоже, никто из них даже не вспоминает, что в бою счет жизни танка порой идет на секунды, и их машина стала бы отличной мишенью с заранее понятным финалом. Там, где пройдет Т-72, там, наоборот, далеко не так, что пройдет. Лишняя масса — это лишние проблемы. То есть проблема у танка закончится ровно тот момент, когда тот, наконец-то, умная голова, придумает антиграл. А до тех пор у нас есть законы физики, которые надо соблюдать. А вот еще одни мастера танкового искусства из Польши. Во время демонстрационного показа боевых возможностей на импровизированной полосе препятствий 16-тонная самоходная гаубица «Гвоздика», стоящая на вооружении и в Польше, неожиданно сошла с дистанции и протаранила ночной клуб по соседству. Ку**ва! Но самым эпичным случаем, едва ли не со смертельным исходом, стал эпизод из жизни бойцов украинских ВСУ. Попытка танка «Перун» модернизированной версии Т-64 заехать на трал-транспортера закончилась плачевно. За время я службу уяснил, что самое опасное противотанковое средство для наших танков – это не «Джевелин», не «Спайк». Это необученный боец советской или российской войны. Вот он, я обобщаю образ такой, вот такой необученный боец, значит, угробил советской и российской армии танков больше за послевоенный период, чем все наши противники вместе взяли. Это я вам гарантирую. Справедливости ради стоит отметить, что от подобных случаев не застрахована ни одна армия мира, включая нас и наших союзников. Этот недавний эпизод из Минска наделал много шума. Хорошо еще, что обошлось без человеческих жертв. При следовании на репетицию парада разогнавшийся танк мог снести что угодно, но выбрал стол. Взять условно, как во время войны тракториста, за несколько месяцев его переучить на танк в современных условиях уже вряд ли получится. Специалист, который мог бы работать, воевать на современном танке с значительным количеством электроники, с высокими требованиями к обслуживанию этой техники. Если снова вернуться к танковым соревнованиям НАТО, то нужно отметить, что в этом году на состязание были приглашены экипажи и из Украины. Они выступали на модернизированных советских танках Т-64БВ. И хотя официально команда не заняла призовое место, но удивить точно удивила. К стыду наших натовских коллег, когда они пригласили на последнее соревнование, товарищи из Украины, украинская команда, вообще говоря, заняла первое место. Но поскольку это было чудовищно, им не засчитали два упражнения, и осадили на пятое. Кстати, именно на Украине в свое время находилась одно из двух советских гвардейских танковых училищ — Харьковское. Поэтому основа системы профессиональной подготовки кадровых офицеров была у нас одна. Зато у НАТО и у американцев есть так называемые экипажи первого выстрела. Они попадают в цель с первого выстрела. Мама родная, если ты не попадешь с первого выстрела, второго у тебя не будет. Военные действия в Сирии сегодня наглядно демонстрируют, насколько боеспособность и выживаемость танка зависит от уровня подготовки экипажа. На этом видео первый зафиксированный случай попадания американской противотанковой ракеты ТОУ по Т-90 сирийской правительственной армии. Правда, радость боевиков была преждевременной. Благодаря динамической защите, серьезных повреждений машина не получила. Экипаж, судя по кадрам, выжил. Однако ракета вообще прошла бы мимо танка, если бы не открытые люки, из-за чего был отключен комплекс оптико-электронного подавления штора. А все из-за мифа, бытующего среди танкистов, что именно открытые люки, если что случится, могут спасти им жизнь. С точки зрения физики и принципа действия кумулятивного боеприпаса, это полная глупость. Но тем не менее, миф жив, и можно увидеть, как в бою, вот в том числе сейчас в Сирии, да, танкисты и сирийские, и их противники, из Терресии, едут в атаку с танками открытыми люками на башню. К чему это приводит, мы уже видели, особенно в условиях современного боя. Открытый люк — это всегда опасность, потому что вы открываете доступ к забронированным объемом. Я вам даже дымовую гранату, обычную дымовую, в люк закинул, и экипаж оттуда со свистом вылетит, как пробка из бутылки. Не зря даже в Америке есть свой аналог известной фразы, что каждая строчка в инструкции написана кровью. На этих кадрах прибытие техники НАТО на недавнее учение в Грузию. Достойный партнер — 2017. Курс на тесное сближение с Альянсом был активно начат в 2004 году после прихода к власти Михаила Саакашвили, ставшего сегодня политическим изгнанником что на родине, что на Украине. Впрочем, за свою кровавую авантюру 2008-го он так пока и не ответил. Но именно там, во время грузино-южно-осетинского конфликта, также было наглядно продемонстрировано, чего стоит качественно обученный танковый экипаж. Вот мы помним восьмое, 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 да, когда грузинские танки напали на Скинварь. Да, поначалу, пока они сражались против муцелков, против безоружных практически ополченцев, да, практически, да, был успех большой. А как только появились наши ребята, наши танкисты, наши летчики, все драпали на Тбилиси со страшной силой. Тогда же наша страна узнала и имя самого молодого героя России, 22-летнего командира танка Сергея Мыльникова, который спас жизни 80-ти миротворцам, задержав наступление грузинских войск. Русский сержант ввел бой с превосходящими силами противника, пока у него не закончились снаряды, потом пошел в атаку на тот же таран, который совершали наши танкисты на Курской дуге. Грузинские танкисты позорно бежали с поля боя. Он получил Героя России. Грабрость, выдержка и наша традиционная смекалка. Вот то, что отличает российского танкиста от представителя любой другой армии мира. Герой России Вадим Макаров на своем примере рассказал нам, как военная хитрость не раз спасала жизнь и ему самому, и сослуживцам. Надо всегда помнить, что противника можно обманывать. У него в основном боеприпасы теплонаводящиеся. Берется танковый поддон, в него насыпается немного опилок или просто хворство, заливается туда солярка или керосин, поджигается, штук пять вокруг танка вот так разбрасывается, и все теплонаводящие снаряды пойдут не в твой танк, который ты замаскировал, а пойдет рядом. Зачастую не всегда одно только техническое преимущество дает превосходство на поле боя. Часто все решает опыт и нестандартный подход. Еще один случай из боевой жизни нашего героя, когда даже новые приборы ночного видения не дали противнику возможность нанести удар. Получив данные от своей разведки, что сейчас вот там выдвигаются, у них там новые приборы и так далее, просто сняли с фары «Луна», которая у нас стоит на танке для ночного прицела ТКН-3, сняли защитное стекло, то есть лампа осталась открытой, и на несколько минут врубили эту лампу. В результате противник полностью ослепил. Хваленая цифровая техника вышла из строя. Сегодня танкостроение постепенно выходит на новый уровень. Беспилотные машины, идущие в связке с головным танком, уже не отдаленное будущее, а реальное настоящее. И смена технологий ведет за собой даже смену устоявшихся понятий, когда вместо водителя танка появится уже оператор боевой машины. Такая концепция будет реализована на базе платформы «Армата». Вот эта вот бронекапсула, если вывести технологию на определенный уровень, в перспективе она позволит экипаж вообще убрать истан. Какая разница, если экипаж находится внутри машины, но наблюдает за окружающим миром на экранах телевизора. Так, по-простому говоря. А в данном случае они могут находиться вообще вне танка, где-то в каком-то бункере, и точно так же управлять этой машиной. И эта машина будет эффективно выполнять боевые задачи. Более того, при той высокой стоимости современных танков и, главное, исходя из задачи максимального сохранения жизни экипажа, именно беспилотники вскоре станут главными участниками боевых сражений. И вы можете нашлёпать кучу других маленьких танчиков, которые будут беспилотными, которые, ну, да, его подорвали. Ну, ладно, пустим следующий. Ну, вот, эти машины уже тестируются. Сирия волей-неволей уже стала такой мировой тестовой площадкой для разного рода вооружений. И ещё раз подтвердила тезис о том, что списывать танки на обочину военной стратегии ещё рано. Именно реальные боевые действия дают возможность учить слабые стороны бронетехники и модернизировать их, исходя из сегодняшнего характера ведения боя. Или опробовать новинки, которые обкатывались пока только на испытательных полигонах. Вот, например, одна из свежих фотографий танка Т-90 сирийской армии с включёнными фарами комплекса оптико-электронного подавления Штора-1. Война на Ближнем Востоке стала первым вооружённым конфликтом, где это средство защиты бронетехники удалось обкатать именно в боевых условиях. А вот наглядная демонстрация, как действует Штора в случае возникновения угрозы. У неё есть так называемые датчики, которые определяют подлетающее к танку противотанковое средство, будь то граната, снаряд или противотанковая ракета. И на определённой дистанции она производит подрыв элемента динамической защиты, это вот так называющие шашечки, за счёт направленного взрыва она меняет траекторию или либо уничтожает вот это противотанковое средство. Кстати, о самом Т-90. Недавно на уровне помощника президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина прошла информация, что до конца года Россия поставит крупную партию этих танков Ираку. И это при том, что ещё несколько лет назад военные Ирака утверждали, что готовы покупать много чего из российского оружия и средств ПВО, но только не наши танки. Иракцы долго делали свою ставку на американский Абрамс, даже несмотря на то, что ему требовалась дополнительно устанавливаемая защита брони. Интересный момент, когда, например, иракское государство, уже новое правительство, закупило 140 танков Абрамс у США, американцы не предоставили дополнительную защиту. В итоге стали происходить, конечно, ужасные вещи. дошло до того, что часть танков оказалась в руках группировки «Исламское государство», запрещенной нашей стране. И американцам пришлось свои собственные танки уничтожать с воздуха. Вероятно, это, а еще и постоянно поступающие из Сирии данные о невероятной эффективности даже предыдущих поколений Т-90 сыграло свою роль в решении Ирака о покупке российских танков. Точно такие же планы на нашу экспортную версию строит сегодня Кувейт, Египет и Вьетнам. Особенно поражает, что появились разговоры об интересе к Т-90 у саудитов, казалось бы, самых верных партнеров США. Самое интересное, что на Т-90 МА был поставлен своего рода рекорд, когда наш, скажем так, наводчик за 54 секунды выпустил 7 снарядов, поразил 7 целей, при этом танк двигался со скоростью 35 км в час. Тем самым он побил рекорд Леопарда модификации А-6 на одну цель. А то, что огонь велся на такой скорости, он, конечно, превзошел Леопарда. Свою обкатку в Сирии прошел и относительно недавно поступивший на боевое дежурство в российскую армию бронетранспортер БТР-82А1, оснащенный 30-мм автоматической пушкой, спаренной с пулеметом 7,62 мм. Новый БТР способен буквально уничтожать огнем бетонные укрытия, а благодаря цифровым системам наводки успешно стреляет ночью и в движении. Даже сами штатовские эксперты признали, что основным американским БТР-страйкер теперь потребуется пушка более мощного калибра, чтобы быть на равных с 82-ми. А это впервые замеченная в Сирии боевая машина поддержки танков Терминатор-2. Ее разглядели во время визита уверено, насколько эффективно танки и боевая машина поддержки танков взаимодействуют. Неизвестно, сколько еще продлится конфликт в Сирии и российское участие в нем. Но очевидно, что без танков и бронетехники на современных полях сражений не обойтись. И российская техника снова стала вызывать серьезные опасения у наших западных конкурентов. Они были уверены, что Горбачев похоронил наши доблестные танковые войска. Они возродились как фениксы из пепла. Вот. Боевая мощь страны определяется не только флотом, наличие настоящих, так сказать, истребителей пятого поколения, супербомбардировщиков, но и то, какие танки состоят на вооружении нашей страны. Танки по-прежнему являются не только ударной силой современной армии, но и аргументом в геополитическом споре великих держав. Большие, тяжелые железные динозавры, они действительно пришли из прошлого, но когда речь заходит о настоящей войне, о реальных, невымышленных в интернете сражениях лицом к лицу, архаичная мощь танков становится основой на поле боя. У нас есть новые суперсовременные разработки, и значит армия по-прежнему готова встретить любой вызов любого нашего западного или восточного партнера. субтитры и субтитры